Родился в Москве, в Лефортове, происходит из знаменитой династии российских цирковых артистов, дрессировщиков и клоунов, хотя непосредственно его родители к цирку отношения не имели. Отец, Константин Владимирович Дуров, 1895-1973, был начальником АХА, Союз Взрывпром, Дурова Валентина Игнатьевна, 1903-1973, научным сотрудником Центрального государственного военного исторического архива МВД СССР. С цирком, а точнее, со знаменитым уголком Дурова, была непосредственно связана сестра отца Анна Владимировна Дурова-Садовская, 1900-1978, жена актера Малого театра Правосадовского, в школьные годы занимался в драматической студии при Дворце пионеров Бауманского района, где его педагогом был С. В. Серпинский, после окончания средней школы поступил в школу-студию МХАТ. На курс Георгия Герасимова и Сергея Блинникова. Среди преподавателей были старые МХАТ-овцы. Василий Топырков, Павел Масальский, Александр Карев, Иосиф Раевский. Дуров был одним из любимых учеников Блинникова. В 1954 году после окончания школы студии МХАТ директор Центрального детского театра Шах Азизов пригласил Дурова в свою труппу. Он согласился и в сентябре пришел на первый в своей жизни сбор труппы, где встретился с Анатолием Эфросом, с которым в дальнейшем не расставался почти 30 лет. В Центральном детском театре он проработал около 10 лет. Когда В. Эфрос перешел в театр им. Ленинского комсомола, он взял с собой нескольких актеров, в том числе и Льва Дурова. В 1963-1967 году Дуров выступал на сцене театра им. Ленинского комсомола. Когда же, в 1967 году, Эфрос был отстранен от руководства Линкомом и переведен в качестве очередного режиссера в театр на Малой Бронной. Ему разрешили взять с собой 10 артистов. И Дуров ушел вместе с ним. Этому театру, в котором после окончания в 1978 году высших режиссерских курсов при Гетисе Дуров успешно сочетал актерскую работу с режиссерской, он оставался верен до последнего дня. В 2003-2006 годах был главным режиссером театра на Малой Бронной. В кино начал сниматься в 1954 году и сыграл за свою жизнь более 200 ролей. Много работал на телевидении. В том числе участвовал в съемках телепередачи «Маркиза». В 1996 году, как художественный руководитель, он выпустил курс студентов в школе-студии МХАТ. В 1999 году вышла книга Льва Константиновича Дурова «Грешные записки». В 2008 году вышли две книги «Байки из закулисья» и «Байки на бис». В серии «Актерская книга». До последних дней Лев Дуров параллельно с работой в своем театре участвовал в спектаклях «Школы современной песы». У режиссера Иосифа Райхельгауза, Лев Дуров был женат на актрисе Ирина Кириченко. 1931-2011. Их дочь, родившаяся в 1959 году, Екатерина Дурова, также стала актрисой. Актер умер в ночь на 20 августа 2015 года в реанимации Первой Градской больницы после тяжелой продолжительной болезни. 24 августа, после прощания в театре на Малой Бронной. Похоронена на Водевичьем кладбище. Продолжение следует...